Уважаемые гости, у вас просто галочку поставить, отметиться, что вы прошли инструире, или вы хотите что-то узнать про орехов. Вот он точно хочет узнать про орехов. Это точно. Это наш человек. Представьте, пожалуйста. Матябл Андрей, вроде бы знаем все, но всегда что-то новое есть. Прекрасно. Представьте себе, пожалуйста. Вы собираетесь у него в орехи что-то новое? Да, сажать орех. Прекрасно. Это прекрасная дама. Представьтесь. Полга мотана, делал венец. Но я им пустала мято. Фарды били. Мотали. Земляки. Матвир Николаевич, флуговцяны. Прекрасно. Да, да, да. Прекрасно. Ну, Александр Фуса, это правая рука, значит, Чимпоеша. Это человек, который отвечает за многое, на плечи которого взвалена вся организационная работа. Он, вижу, немножко горбатится, но держится пока. Спасибо за организацию. Значит, если вы решили всерьез пополнить свои знания в орехи, вы попали в нужное место и в нужное время. Значит, я хочу вот так быстро пробежаться по теме, для того, чтобы, ну, вы имели представление, что такое орех. Во-первых, происхождение ореха грецкого. Орех грецкий произошел, ну, по данным научных исследований, он произошел из Персии. Ну, из современного Ирана, ну, и Азербайджана. Значит, комфортные места про произрастание ореха до 400 метров выше уровня океана. Почвы орех любит карбонатные. Значит, он не переносит засоление, он не переносит переуложнение, он не переносит затопление. Он, по сути дела, это растение южное, и там, где он, его зона, его, скажем, историческое зарождение, там температуры достаточно комфортные. Но со временем, различными любителями, людьми не такими беспокойными, неординарными, орех завозился из-за места его произрастания туда, где люди хотели его распространять. Считается, что в Европу орех попал во время похода Александра Македонского. Попал орех. И он попал сперва в Грецию, и там он развился, получил признание, и уже из Греции пошел, как грецкий орех. Значит, припрусско-карпатский регион, история ореха древняя и интересная. Значит, сохранились сказания древних саг скандинавских о хождении на Елиспонт, Елиспонт от Черной моря, значит, за греческим вином и за Воложским орехом. Эта территория исторически называлась Валахия. Значит, я хочу сказать, что орех, он, эта культура, она исторически сформировалась в Молдавии как базовая. Ведь в Скандинавы там 3000 лет назад приплывали. А в сказаниях дискрерия Молдовии, писания Молдовы, Дмитрия Кантемира, это господря Молдовии, он описывает несколько продуктов, которые в Молдавии наиболее распространены и наиболее востребованы. Это сухофрукты, это лес из Карпат, это соль из окна, это баранье мясо из сорок, какие-то бараны были, у которых минус одно ребро и очень нежное мясо. Но он там пишет, что, к сожалению, мы этих баранов не едим, потому что их всех забирают в порт. Тогда здесь властвовало Турция. И грецкий орех. Если сказать о составе грецкого ореха, о составе, скажем, химическом составе, ядра грецкого ореха, значит, он богат микроэлементами, витаминами. Но что в нем самое главное и ценное, что его делает незаменимым диетическим продуктом, в нем очень много йода, биологически активного йода. Вы, наверное, знаете, что иммунитетом в человеческом организме ведает щитовидная железа, гландотируида. И если йода достаточно, железа работает нормально, у человека нормальный иммунитет, он не заболевает по пустякам, только на него дурнул ветер, он закашлялся. У него нормальный, он и хроническими болезнями не болеет. Это первое. Значит, считается, что потребление трех-пяти орехов в день покрывает дефицит йода у человека весом 80-85 килограмм. Это регион, балканский регион, в который ходит и Молдавия частично, скажем, юг Украины. Эти зоны биобедны йодом. Поэтому есть государственные программы по йодированию соли, йодированию воды и прочее, прочее. Омку йоду, фамилия, там есть такой напиток. Потому что это вопрос очень актуальный. Это первое. Второе. Орех богат ненасыщенными органическими кислотами. Вот достаточно брать 15-20 грамм масла орехового, и человек, который имеет риски получить инфаркт или инсульт из-за холестериновых бляшек, которые накапливаются в сосудах, эти масла бляшки растворяют. И они выводятся из организма, используются как организм для питания, скажем, риски инфаркта, инсульта уходят. Это здоровое питание. Что хочу вам сказать, что в мире люди уже давно поняли роль ореха грецкого. Еще в древние времена орех, например, в Египте запрещалось под страхом смерти кушать простолюдинам. Это была пища избранных, потому что считалось, что это дает, во-первых, здоровье, по-вторых, значит, дает очень хорошую мозговую работу и способность владения, скажем, управлять толпой. Ну, те, значит, жрецы, которые там были, фараоны, они очень и очень хотели, чтобы ими управляла толпа, и поэтому они, значит, запрещали. Люди во всем мире сейчас тенденция какая? Все хотят, естественно, жить долго, много, жить и здоровой жизнью. Не просто так, влачить в стване где-то, значит, в очень тяжелом состоянии. Поэтому, учитывая свойства ореха, они, значит, находят в орехе все необходимые элементы для того, чтобы эту жизнь сделать здоровой, гарантировать здоровью организмом. Значит, орех, вот именно вот это свойство ореха, оно приводит к тому, что он постоянно, на него растут потребности. Площадь ореха вырастает с каждым годом. Ну, потребность, потребление ореха возрастает еще быстрее, потому что слава о его качествах, она, значит, очень-очень, ну, велика. Я хочу сказать, вот, например, что такое орех у нас в Молдове. Ну, вы более-менее все знакомы с экономикой, да? Так вот, если взять в долю ореха в площади многолетних насаждений плодовых культур, это 3,4-4,2%. Доля ореха в экспорте 47-52%. Эти вот 30-35 тонн, тысяч тонн ореха, которые, они, значит, в Молдавии производятся, продаются, они перебиваются и яблоки, и персики, и все остальное, почти что в половину это орех. Ведь у нас в Молдавии, ну, как мы знаем, у нас раньше была такая формула, что у нас отличная земля, трудолюбивые люди, у нас нет полезных ископаемых других. И вся надежда вот на нашу землю. Сейчас уже людей мало осталось, миллион где-то уже за пределы вышло. А вопрос жить, жить и выживать, он остался. Если мы раньше, в советские времена, так с иронией воспринимали анекдоты о уверенности в завтрашнем дне, такие были, уверенность в завтрашнем дне, и все смеялись, вот это типа анекдот. Сейчас мы понимаем, что это не смех, это действительно проблема. Кто из нас, кто из вас уверен, что он будет иметь счастливую обеспеченную старость и пенсию? Вы в этом уверены? Нет. И вот, когда ко мне приходят на семинары, Александр знает, бывает здесь вот так, там все на ногах, кстати, и 150, и 240 человек, и здесь все забито. Значит, когда я задаю этой массе людей вопрос, я всегда получаю где-то два-три ответа. Первый ответ. Я живу в нестабильное, непредсказуемое время. Сейчас никто ни за что не может ручаться и быть уверен ни в чем. Ну, он миллиард, потянули, и будь здоровы, никак не могут разобраться. Извини. Так вот, возвращаемся. Я не уверен. Я сейчас работаю, я бегаю, у меня какие-то силы есть, я выживаю. А что будет со мной на старости, с этой нишинской пенсией, которую еще могут и не дать потом? Такие тоже вещи случаются в наше время. Я хочу сделать какой-то задел сейчас, какой-то спасательный круг, какую-то базу для того, чтобы я на старости чувствовал себя комфортно. Это первый ответ. Второй ответ. Значит, у меня внуки, у меня дети. Дети и внуки, как обычно, значит, говорят, что на детях и на внуках, на детях отдыхает природа. Они не такие активные, не такие шустрые. Они немножко ленивые, да, такое бывает. Или у вас все они, или все они такие, как, бывает? Так вот, я вот выживал и с Сталином, и с Хрущевым, и с Брежневым, и перестройку пережил. Я выжил, а в них не уверен. Я не хочу на старости лет смотреть, как они мучатся и сидят без копейки. Я хочу им оставить какое-то наследство, чтобы они гарантированно имели выживание. Вот два ответа. У вас другие ответы найдутся? У вас найдется другой ответ? Абсолютно верно. Поэтому мы можем говорить вот о чем. Что орех, это, выражаясь по-молдавски, вольбин, даша, молдовь, внешний, нука, стамина, дяура, молдови. Это золотая жила Молдова. И, кстати, и Азербайджана, и России. Я недавно был на семинаре в Краснодаре, на Юг-Агро, мощнейший семинар. Там был проблем. Проблемы молдавские, украинские, румынские. Олигархи правдами, неправдами наезжают на сельчан, забирают земли в аренду, нажимают на них как-то. Ну и потом ставят, скажем, в бывшем колхозе 4,5 тысячи гектаров или 5 тысячи гектаров на Кубани, или 8 тысячи гектаров. Там поставят 4-5 тракторов, 5 механизаторов, решают проблему. Там все остальные без работы. Они даже не собираются их обеспечить работой. Раньше, в советские времена, организовался какой-то комплекс. Там открывались какие-то пункты для пошивы, чтобы занять людей. Сейчас это проблемы нет. Для ореха, для того, чтобы выживала семья, не надо тысячи гектаров. Для ореха достаточно кусок земли, гектар. Для того, чтобы ты имел 50-70 деревьев, ты уже что-то имеешь. Я всегда на своих семинарах привожу пример одной бабки. Я уже не называю ее точный адрес, потому что ее замучили. После моих интервью. Ну вот они далеко. Ну ладно, не буду говорить. Так вот, я с ней познакомился лет 8 назад. Мне сказали, что у нее хороший орех есть. А я больной по ореху всю жизнь. Я быстренько к этой бабке, значит, и покажите. Она старая, ей тогда было 86 лет. Уже похоронила к тому времени сыновей там. То есть уже внук один умер. Сейчас так, старики живут больше, чем молодые. У них был здоровый образ жизни. Они эти ножки бушени кушали, разные сосиски. Они питались, травку какую-то, фасоль съела и живет. А мы сейчас пургеры там, дрянь кушаем. Ге-ге-мо-о. Так вот, она принесла орех, показала. Покажи орех. У нее соток 40 земли. Более-менее чисто. За домом орех. Мама не горюй, орех лет 120. Я говорю, как ты его убираешь, бабушка? Функция, а? А, говорит, я не могу убирать, у меня денег нет нанимать. Я жду, пока не... Говорит, ветер подул, пока я собрала. Потом еще дождик и ветер ряешь снова. И суим-под, суим-под. Торбо, суим-под. Она говорит, я беру ежегодно 5-7 мешков ореха. Идет Пасха. Она сняла один мешок. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Сумку на базар 600 лей. Элементарно. Ботя зайдет, пару мешков. Решила вопрос. День рождения у внучки. Она сняла мешок, купила какой-то подарок. Она с одним деревом. Все свои проблемы, пиковые такие, в нищенском 700-леевом пенсионном бюджете, она закрывает. Вот о чем разговор. Если иметь хороших орехов, хотя бы 50-100 штук, значит, уже это есть какой-то шанс на нормальное выживание. Под этими деревьями будет вам ходить и овца, под этими деревьями будет ходить и гуси, и куры, и индюки, пожалуйста, посетите. Под этими деревьями будет комфортно. И вы будете иметь, и редко, когда в Молдавии, ну такие годы были, в 63-й год, когда было минус 36 градусов, там, или был 94-й год, когда было 34 градуса. Редко, когда, скажем. Но у нас сорта, линейка сортов, которую мы сейчас имеем в Молдавии, они выдерживают достаточно низкие температуры. По крайней мере, те сорта, что мы предлагаем, они выдерживают и в нашем регионе. Нет таких случаев, чтобы они не плодоносили. Вот о чем разговор. Если мы говорим о том, что мы хотим заняться орехом, мы должны понимать, что это в Молдавии без альтернативы. Потому что на гектар ты можешь вырастить. Не буду говорить, там, как эти фантазеры, 5 тонн там ореха и прочее. Вырастешь полторы тонна ореха, 2 тонна ореха. Это много. Тонна ядра хорошего качества, вот такой. Я обил и, значит, то, что у меня есть, и продавал. Значит, я продавал такой же темный, там был 89. Этот шел 105-110, скажем. Тот совсем светлый, 120. Ты сделал, пускай средняя цена будет 80. На тонну сделал 80 тысяч, а тебе еще надо. Ты там не пахал. Ты там, если деревья посаживают нормальные сорта, они особо не болеют. Ты там не бегал, там, с опрыскиваниями. Ты там не культивировал ничего. Ты под этим еще, может, выпасал там густей. И ты имеешь нормальную копейку. Тем более, это не то, что ты вырастил землянику, блин. Или малину, ее надо вот сейчас вывзял и собрал ее до вечера, не продал, она потекла. Она может и полежать. Поэтому мы говорим о том, что орех в Молдавии не имеет альтернативы. На этот орех не будут покушаться. Я и в Адыгее об этом говорил, и в Карачаево-Черкесии, и в Ставрополе. Я говорил, что вы имеете землю клаптиками небольшими там? Да, мы имеем по 3-5 гектаров. Туда эти фирмы не лезут. Ну и все. Вот посади там нормально орех, и твои проблемы будут решены. А там они с твоими, там у них пои большие, у них земли там много в России. А там пускай они тебе дают что-то на коту, дают. Вот тебе пускай дают, а ты имеешь тут бизнес. Так и у нас. У нас все коты небольшие, но этой коты хватает для того, чтобы создать нормальный баланс денежной семьи. Что любит орех? Если вы хотите посадить плантацию ореха грецкого, вы должны в первую очередь делать исследование почвы. Ну и сделать, пойти в метеостанцию, климатическую справку. Если у нас есть абсолютный минимум минус, меньше, минус там 34, что такое абсолютный минимум? Это значит, вот, например, наблюдения по фалешской метеостанции ведутся 127 лет. За этот период белая температура была в 1940 году минус 35,3 раз за весь период. Значит, если такие температуры в такой кратности, там через 70-80 лет, и они редко бывают, или не опускаются ниже, чем 34 градуса, орех садить можно. Теперь насчет почвы. Орех любит почвы нейтральные или слабо щелочные. Этот показатель отражается, значит, PH. То есть PH должно быть 6, 6,5, 7, 7,5. Если почва кислая, ее надо милиарировать, надо ее известь там ставить, но уже это нежелательно. Если почва слишком щелочная, тут уже ничего не сделаешь, там орех не пойдет. Если много карбонатов, там, скажем, за 8, орех будет угнетаться. Еще, если уровень грунтовых вод менее двух метров, орех садить не надо, он будет гибнуть. Вот эти требования. Требования. Почва не должна быть слитая. Осадков. Ну, у нас в нашей зоне выпадает... Сколько осадков в нашей зоне выпадает? Скажем, Бельц, Полешт. Сколько? 530-570 в год. Вот человек уже подготовлен. Пустишься ореховод. Так это мало. А если мы хотим, скажем, урожая побольше, мы должны орошать. Но, к сожалению, заранее вам говорю, что в Валерском районе орошать нечем. Потому что воды, которые мы имеем в колодцах, которые имеем в прудах, которые имеем в ручьях, в артезианских сважинах, они минерализованы. Притом солями натрия и лифтора. Лифтор. Это все приведет к тому, что вы просто-напросто будете отравнивать свои растения. Вот так вот. Поэтому надо сделать все, чтобы то, что дает Бог, природа, вот эти 500 миллиметров, использовать продуктивно. 500 миллиметров хватает для того, чтобы вырастить, если не будет сорняков, если там у вас будет почва нормально задернена, и там будет хорошая скважность. Значит, если у вас не загущены сильные орехи, вам хватит для того, чтобы получить полторы, там, до двух тонн орехов. В Италии получают в Америке 4-5, но там дают 8 тысяч кубов, 10-12 тысяч кубов воды на гектар. Но там вода горная, минимерализованная. Значит, что? Какие предшествия для посадки ореха? Для ореха лучше всего подходят, конечно, бобовые предшествия. И люцерна, и ковес, что-то такое. Ну, похуже пшеница, ячмень, хуже кукуруза, совсем плохо подсолнечник, табак. Теперь я хочу вам сказать одну вещь, что это в агроуказаниях нигде нет. Вот сказано, что хорошая причинность к пшенице, там, скажем, или горох. Но у нас в Молдавии, а это вы уже прекрасно в Фалейском районе видите, у нас идут климатические изменения. И у нас, как правило, из пяти лет, два-три года, во второй половине лета нет дождей. Сухо. И вы имеете пшеницу. Вырастили там какой-то урожай, три тона. На тех ваших клаптиках он будет вряд ли больше. Там никакой технологии передовой вы не применяете. Вы вырастили небольшой урожай. А после этого почву, как гранит, вы ее не пахать не можете. Вы, наконец-то, разозлили, взяли мощный плуг, перепахали, подняли вот такие чемоданы. Еще хуже. Тогда вы берете диски, 4-5 раз дискуете, делаете щебенку такую, такую и помельче. Это тоже очень плохо. И, по сути дела, если осенью идете на посадку сада, вы выкопали ямы, посадили дерево, льете, вода ушла. И у вас потом приживаемость ниже плинтуса, приживаемость очень плохая. И вы, то, что прижилось, растет очень плохо. И вы теряете 15-20-40-50% отсаженцев. Потом начинаете ремонтировать. Потом у вас не сада, получается такая зебра. Эти уже 2 метра, эти только такие маленькие и прочее. Поэтому моя рекомендация не пытаться сделать, скажем, бизнес, экономя на спичках. Ничего не получится. Если вы собираетесь в этом году осенью садить орех, вы не планируете там ничего. Можно взять, посеять, вот в это время сейчас, вика овес. Он поднимется где-то, в конце мая он будет вот такой, будет уже бобики. Взять, дисковать хорошо 2-3 раза. Значит, и держать до осени, до разбивки, до посадки, держать его, культиваться, чтобы было чисто. Все. Вы обогатите почву, и у вас будет приживаемость 100%. Ваши орехи пойдут очень дружно, на год раньше получите урожай, и эта ваша пшеница окупится многократно. Просто скупой платит дважды, винилый больше бегает, да? Есть такие пословицы молдавские. Вот и все. Теперь, что нельзя делать, и после ничего нельзя делать посадку ореха. Орех нельзя садить, скажем, ну хотя бы 5 лет после раскорчевки ореха. Потому что орех имеет специфические болезни, он выносит специфические препараты, элементы, и после раскорчевки ореховой плантации надо хотя бы 5-8, считается 10 лет дать отдых. Если вы раскорчевали сливу, яблони, виноград, персик, загодно ввели порядок, вычислили от сырники, можете высаживать. Вот такие пироги. теперь, значит, насчет гербицидов. Ну, оно бывает так, от лени у человека что-то возникает хорошей идеей, значит, если вы, значит, возьмете за почву неподготовленную, если вы там будете в упор что-то выращивать, и там есть многолетние сорняки, тогда, когда вы посадите орех, они будут конкурировать с орехом. Я был, я был, значит, в дроке по просьбе одного, значит, моего партнера, который взял у меня лет пять назад, так, ну, тогда, орехи, он говорит, вот орехи росли, росли, нормально, такие красивые, такие красивые, значит, и вдруг начали желтеть, пятилетние орехи. Желтеют так, и один желтый совсем другой желтеет. Ну, этот человек, он работает на одного француза и на одного немца, так они называют. Один батрачит в Мюнхене, а другой в Париже. А деньги вкладывают в посадку орехов, а этот человек у них, как управляющий, имеет трактор там, ЮМЗ, имеет такую овчарку, там, технику, и он знает нанять кого и как на прошелку, и там прочее. Ну, мне интересно мой материал, пойти разобраться, в чем дело. Я еду туда, к нему, идем на массив, посадка 10 на 10 орехов, значит, деревья уже крона до 3 метров, уже, значит, орехи висят, отдельные деревья желтые, листья опустились, а другие уже черные такие стоят. Непонятно. Чистейший массив, ни одного сорнячка обработан в двух направлениях дисками, и спрошел она прямо по деревьям. Ну, там больное дерево, давай, покопайся, взяли лопату, копаемся. Только раскопали немножко, вижу, так, ниже уровня почвы, где-то сантиметра на 3, удар сапой по стволу, а ствол уже примерно вот такой, сантиметров 8. ну, если вы знаете орех, орех, деревесина твердая, а корень такой, чего можно ковырять ручкой, он рыхлый. И мы нас считали на одном дереве пять ударов сапой. Никто специально не бил. Просто он нанял там цыганскую гвардию, и, значит, ну, там с утра надо по стакану вина там, потом, значит, хорошо кормить, и они хотят быстренько закончить, чтобы было чисто, чтобы хозяину было, значит, комфортно, чтобы он не говорил, что там сорняки не дам деньги. Вот если рядом с деревом, с деревом растет полонина, осод, ее надо как-то ковырять осторожно, или руками, или так поддеть ее сапой, дернуть. А лучше всего, если она растет так, бац, как на наковальне, как на, как дрова рубит. Раз, это отлетело, все чисто. А там, на корне, рана глубиной полтора, два, три сантиметра. И там же земля, вся инфекция пошла, значит, патогена микрофлора в рану, и деревья начали гнить. Вот там, там, такие желтые сопли, такие вот такие, из этих ран текут, деревья гибнут. Ему пришлось ремонтировать этот сад. Деревья, которые были совсем повреждены, не вызрали, пришлось это пытаскивать, капать, ремонтировать. Поэтому, надо, чтобы на сайте есть подготовка почвы. На сайте есть, что можно и как делать. Там надо вносить, если у вас есть многолетние цельники, тут, знаете, еще, вам надо обязательно делать проект. Потому, что, все вы, если вы надумали садить орех, это дело дорогостоящее. Это дело не такое, что там посеять одну сотку редиски, скажем. это деньги. Значит, вы уже где-то в чем-то состоялись. Вы уже где-то в чем-то достигли успеха. И вы где-то сделали деньги. Там вы на уровне. Ну, в орехе выше темный человек. И поэтому, вот, такие случаи, скажем, человек, говорит, я, значит, взял, значит, тотальный гербицид, раундап макс, значит, спахал, продисковал, внес его, еще раз пробарновал, на сорняке потом вылез. Да, значит, я здесь зря деньги расходовал, видимо, мне дали фальшивый контрфакт, говорю, привези мне канистру. Привезу канистру, канистра, значит, фирменная. Говорю, что ты, как ты вносил? Это контактный гербицид, он должен попасть на лист. Если ты имеешь, давай, тотальный гербицид, ты не должен там пахать. С осенью спахал хорошо, все. Значит, весной пошли сорняки. Полонидо, Холбуров, вьюнок, Пырей, значит, Керного. Они пускают побег. У Керного корень 2 метра, 3 метра. Они пустил побег. Побег вышел. Полонидо вышло наверх, радуется солнцу. Или вьюнок. Ты дал гербицид. Гербицид надо давать не тогда, когда жарко. И когда растение себя плохо чувствует, после дождичка вечерком дать дозу 4-5 килограмм, сколько рекомендует фирма, написано на упаковке, или когда покупаете, вам должны все подробно объяснить, и добавить еще хотя бы на гектар килограмм 10 мочевин. Азотное удобрение. Когда сорняк иммунолист попадает в азотное удобрение, он в восторге, что его подкармливает, он начинает активно всасывать все подряд, в том числе гербицид. Гербициды фирмы Bayer и Roundup Max имеют систему для того, чтобы она прилипала, для того, чтобы она усиленно впитывалась. Но если вы добавите еще туда немножко мочевин, не селитра, мочевин, а селитра может вызывать ожоги, наоборот. И еще вот, значит, тоже такое бывает. Да, Roundup препарат глифосат впитывается в проводящую систему. Сперва он идет в самые дальние концы корневой системы, убивает их, потом поднимается наверх, убивает точки роста. Все. Через 15 дней у вас поле седое, вот как это голова. Сработало. Если вы проявили прыть, и там дисковали или пахали, и возможно есть такие кусочки корневища, которые не имели почку, и они не взошли, но корневище там лежит, вы хрен когда-нибудь садили? Хрен? Ну, хрон, хрен, хрен. Надо взять кусочки корня посадить. Если садите верхнюю розетку, она зайдет вас весной. А если поставите кусочек корня, он войдет попозже, через год зайдет. Потому что на нем еще нет почки. Почка должна дифференцироваться, образоваться. Это биология этого сорняка предусмотрена. вы те, что имели почки, выскочили наружу, вы их убили, а те, что были кусочки маленькие, что не имели, они там спят. На второй год, или там через 5-6 месяцев, они, значит, сообразовали почку, вышли, и у вас снова сорняки. Поэтому, во-первых, не надо разрушать. Вот если у вас полониды имеет, написано, что полониды осот, он может иметь корни до 18 метров длины, корневище, идет 18 метров препарат, убьет корень там, все. А если вы прошли плугом и порезали этот корень на 3 метра, он сюда зашел, а там дальше живой. Всем понятно. У вас будет уже сад посаженный, лазить с гербицидами нельзя, потому что орех имеет микоризное питание. Что такое микоризное питание? Все мы помним ботанику, все мы отлично учились. Так? Ботанику мы все помним. Значит, на корнях у растений есть корневые волоски. По-молдавски это перешел абсурбанц. Но у ореха нет таких корешков. Вот когда мы выкапываем орех, на нем нет корневых волосков. Он какой-то серый, землистого цвета, непонятный. Это грубый корень. У ореха на корнях живут и здравствуют грибы симбионты. Грибы своими гифами вытаскивают из почвы минеральные соли и воду, дают ее растению, растение транспортируют в листья, происходит процесс фотосинтеза, образуются пластические вещества, которые откачиваются вниз, которые идут на создание кроны, плодов, листьев, древесной массы, и на питание корней, и часть идет на питание грибов симбионтов. Так называемая симбиоз, сожительство. Это не конкуренция, это не то, что, скажем, раковые опухоли, сидит блоха, клещ пьет кровь и эксплуатирует хозяина. Нет, это нормальное сожительство. Вот потому и орех очень чувствителен к засолению почвы. Грибы этого не переносят. к подтоплению грибы этого не переносят. И к багажам. Ну, если говорить о том, что, значит, что, как располагать, значит, почву мы уже сказали, вы обращаетесь к проектантам, можете записать, если вам, запишите телефон моего проектанта, с которым я работаю, это Ткаченко Валерий Дмитриевич. У меня много друзей проектантов, и я всех о них очень хорошее мнение, но с Ткаченко мы работаем уже давно, мои сады тоже он проектировал, сады. Он был 20 с лишним лет агрономом, питомниководом в Жорах, это профи, он знает дело, и, значит, он не из тех, что прогибается, скажем, приходит к человеку, вот тут я хочу посадить, ореха там нельзя садить, а я хочу посадить, ну, ладно, ты хочешь, значит, на тебе сделаю проект. Он скажет, что тут нельзя, я такой проект делать не буду. Он потеряет деньги, но он не потеряет совесть. Поэтому его телефон 0691 061756. Сказать так, что да, там орех будет, он может, а потом надо будет, чтобы он приехал, взял анализ. Ну, я вам не буду говорить про суммы, значит, активных температур, мало кто это знает, и никто не знает, но, значит, будем говорить о другом. Орех, сорта молдавской селекции, украинской, румынской селекции, которые мы имеем для нашей зоны, они выдерживают температуру 34-32 градуса без особых проблем. Если они были нормально, содержались в чистоте, если они были не загущены, если они, значит, не имели болезни, если они были загущены, если они, значит, сорняки их замучили, значит, то они потеряли иммунитет, они могут замерзнуть и при 20 градусах. Это как любая скотина в вашем дворе. Корова, если с осени она вошла гладкая, блестящая, она может нормально питаться, ей не холодно, она нормально дает молоко и себе комфортно. А если она вот такая в зиму вошла скрюченная, зимой она вообще дойдет до точки, она не сможет расстелиться нормально. И так с любым животным, и с человеком тоже, и с деревом тоже. Значит, очень много, большой роль играет, скажем, состояние летних, летне-осенние, если были, не было осадков, хуже будет перезимовка. Если не было, не было, не было осадков, как вот в 2014 году, а потом в сентябре пошли мощные дожди, и растение натянуло влаги, начал повторный рост, не вызрело, и потом при температурах совершенно 16 градусов. На сайте у меня есть видео 40 лет труда, 47 лет труда, 40 гектаров, ноль дохода. Есть такое, да? Там один небедный человек из сорок, Валерий Васильевич Преда, посадил 40 гектаров французских сортов, значит, 7 лет батрачил, вложил более 250 тысяч евро, и в конце концов с 2014 на 2015 год они замерзли 100%. Я могу вам показать. еще в семинаре републикан в космосе он боял динны елоберинок, он садит с динзей динук динны французской организации. В космосе логический я начал постоянный компьютерник, я говорю что это это тревога. Понимаете, вот, спасибо за дополнение, я хочу вам сказать так, наш девиз, у нас вот есть книга, то что я знаю в орехе я в этой книге написал. За 50 лет занятия там есть наш девиз. Мы продаем саженцы, делимся технологией, но мы не продаем совести. Я провезу саженцы. Если вы ехали на подъем слева там за сеткой там 150 тысяч саженцев. Сложнейшая технология, головная боль и очень дорогостоящая технология. почему саженец стоит, он два года назад стоил 12-16 евро. Французы продавали по 20-28 евро. Сейчас цена снижена 8-12 евро, скажем. Почему это я захотел поставить 12 евро и давайте платите мне, я сильно хитрый. Нет. Есть рынок. Если во всем мире этот орех саженца произвести очень сложно и трудно, это формирует цен. Вот в чем проблема. Я научился выращивать хорошо саженца. У меня приживаемость под 100%. Я могу себе позволить снизить цену с 16 на 12, а с 12 на 8, скажем. Сорта дефицитные 12. В прошлом году я продавал уже песчанский по 12, кагалинчану по 11. Но не меньше. Потому что все это очень дорогостояще. Так вот Валерия Преда полностью весь сад замерз. По нолям. Он чуть не плакал, проект показывал. Знаете, говорю, Валерий Васильевич, я тебе помогу. Вот я перед всеми людьми, а тут было человек 80, даю слово киктенка, что я тебе дам саженца по себестоимости, дам по 7 евро. Не по 16 как-то там было, можно все раскорчевать и посадить по-новой. Сад у тебя не старый, так что ожидать долго, 10 лет не надо, потому что сад молодой, мало что накопилось. Хорошо, хорошо. Потом кто-то ему мозги вставил, что надо не пересаживать, а перепривить. Ну он на меня сказал, я не буду пересаживать, ты ничего не будешь иметь, это высший пилотаж, у тебя замерзло до самой почвы, у тебя черное стоит дерево до самой почвы, а я буду там раскапывать и ниже прививать. Ну я ему дал на 42 тысячи привоя, бесплатно, он ничего не получил, приходит ко мне засаживать, все, 16 евро саженец, ты не хотел тогда, это твои проблемы. Значит где нельзя садить орех однозначно, мы уже говорили, мочары, соленые почвы, кислые почвы, но кислых почв в Молдавии мало, карбонаты много есть, нельзя садить орех в балках, вот вы едете, все вы ездили в Кишнево, в 12 году, в 7 году, в прошлом году вы ездили в Кишнево, это 100%, едете ореховые лесополосы справа, слева, когда идете наверх, они зеленые, когда спускаете вниз, они все черные, начинаете подниматься на какой-то подъемчик, они зеленые, а потом наверху зеленые, а потом раз, снова черные, внизу бьют заморозки, это для кого-нибудь не секрет, и поэтому если человек говорит, что вот я хочу посадить здесь орех, там ореха не будет, а вот там что-то растет, ну, может растет, оно каждый год дает, да, ну, мая индиация, ну, делать такой проект, рекомендовать, чтобы человек там сидел, это, это не профессионально, давайте закончим с поливом, я хочу, я в свое время погорел, если кто-то, тут чаще бывает, фу, со точно был, у меня был интенсивный сад яблонь, яблони, яблоки такие, там куча сортов было, 45 сортов, это, коллекция, 800 грамм яблока, отлично, это и капельное орошение, когда я, значит, решил сделать капельное орошение, тогда я отвез воду в АИК, Кишинев, сдал на анализ, они, это АИК Молдова, материнская фирма АИК Киев, они отправили в Киев, через две недели приходит результат, говорят, откуда вы такую, блин, воду нашли, это же дистиллированная вода, это горная вода, это же такая вода, что в аккумулятор заливать можно, откуда она у вас, смотрит, вот есть два таких озера, вроде бы и не совсем такая дистиллированная, но вода хорошая, можно делать решение, сделал решение, я посадил сад, на третий год имею 240 центнеров с гектара, яблоки такие, я холодильник построил, все, значит, деньги считаю, все нормально, потом, смотрю на четвертый год, что-то желтеть начинают, деревья, потом начинают сыпаться плоды, я вник немножко, смотрю, как идет капельница, земля, как мыло, я беру эту землю, беру воду, еду уже в Апеле Молдовии, на Рыжкану, даю на анализ, 2,7 десятых соли, натрий, хлор, почва выведена из строя, они имеют рекомендации по реабилитации, 12 лет, надо внести там раз в 3 года по, значит, 25-30 тонн навоза, делать рассоление, гипс носить там, стоит сумасшедшие деньги, чтобы почву привести в порядок, я иду к этим бесам, говорю, смотрите, как вы мне рекомендовали здесь, тут же вода непригодна, а на тот момент она была хорошая, и докажи что-нибудь, потому что это естественный водоем, в нем качество воды не меняется, оно может меняться на десятый там процент, но он стабильно вот такой, там миллионами лет сформировались эти пласты, она не может поменяться за 3 года, с дистиллированной 2,7 натрий-флор сплошмак, поэтому, когда вы пойдете, разогретые, чтобы сделать решение, на какие-то культуры, на, ну, не вяриях, на любые, вам анализ, вам скажут, да, хорошее, можно поливать, потом вы сделаете, потом будете иметь то, что я имел я, у нас воды поливной в Молдавии нет, в пруту вода тоже уже где-то имеет 0,7 минерализацию, потому что есть водохранилище, где она выпаривается, вода уходит, а соль остается, накапливается, поэтому надо рассчитывать на хорошую агротехнику и на то, что вы очень рационально будете использовать то, что вам даст природа и Бог. теперь насчет подготовки почвы, раньше мы, классика была, это плантажная спашка, сейчас уже доказано, что плантажная спашка, это вредит, она разрушает биоту почвенную, убивает почвенную биоту, и это не то, что бессмысленно, это крайне вредно, лучше всего, скажем, вы сделали глубокое рыхление, есть вот такие, типа, пинокки, артиглио, глубокое рыхлитель, который не переворачивает пласт, а идет вот так на глубину 50-70-8 сантиметров, значит, можно в двух направлениях сделать, побороться с сорняками, там, прокультивировать и садиться, теперь еще, очень важно, очень важно, значит, в почве, в почве орех имеет два типа корней, корни якорные, пивот, который идет вертикально, вниз или под небольшим углом, один или три, или там два корня толстых, вы знаете, кто с орехом имел дело, это очень мощные корни, они идут до водоносного слоя, практически, за счет его орех и себя и чувствует комфортно при засухе, второй вид корней у ореха, это питающие корни, они идут под поверхностью, на глубине 25-20 сантиметров, вот так, под поверхностью почвы, когда вы едете по лесополосам, где есть олехаря лесополоса, она промыта, вы едете по корням, которые вот так, они на поверхности, поэтому пахать в ореховом саду категорически нельзя, вы посадили сад, схема, скажем, там, 12 на 10, или на сколько вы посадили, решили там что-то посеять, первый, второй, третий год, корни еще не вышли в зону, пахать, можете пахать, но по мере того, как дерево взрослеет и корни поднимая, корни уже за оккупирование территории, не гробьте корни, пахать нельзя, дисковать можно, вот так вот, это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok